Здравоохранение Алтайского края постепенно возвращается к оказанию специализированной медицинской помощи. Краевой Минздрав в понедельник заявил о планах перепрофилировать с этой целью часть коечного фонда крупнейшего ковидного госпиталя в Барнаульской горбольнице номер 12. Об этом губернатору Виктору Томенко на оперативном совещании сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Мы рассматриваем возможность его сокращения, нам нет необходимости держать его достаточно большой. На этой неделе будем сокращать коечный фон 12 городской больницы, это порядка 240 коек, и возобновлять медицинскую помощь под другим профилем, который ранее там оказывался. На этой неделе те, кто лечится от коронавируса на дому, начали получать бесплатные лекарства. На закупку препаратов региону федеральный центр выделил 87 миллионов рублей. У нас подписано соглашение с Минздравом как раз на 11 тысяч пациентов. Это та отправная точка по количеству пациентов, которая была зарегистрирована в регистре. Мы ведем персонифицированный регистр всех заболевших ковидом. Соответственно, всех у кого установлены диагноз ковида, они попадают в федеральный регистр лиц больных коронавирусной инфекцией. И, исходя из той численности, которая была зарегистрирована на момент выделения денег Алтайскому краю, мы минимум для себя определили как 11 тысяч. Одной из важных задач для краевой власти остается обеспечение жильем детей-сирот. Больше 300 человек получили в этом году новые квартиры. Большинство находятся в Новоалтайске. Одну из них вместе с новоселами посетил заместитель председателя правительства края Виталий Снесарь. Он отметил, что ежегодно на обеспечение жильем сирот федеральный бюджет выделяет значительные средства. Регион вносит и свою лепту. Однако рыночные цены таковы, что далеко не всегда удается оперативно приобрести жилье. А очередь на предоставление квартир – более 5 тысяч человек. Поэтому краевые власти прилагают усилия, чтобы обеспечить всех нуждающихся. Губернаторам края принято решение при формировании бюджета уже 2020 года. И сейчас принято уже при формировании 2021 года постоянное увеличение нашей доли на эти затраты. У нас субъект получил уже осенью порядка 700 миллионов рублей. И мы, конечно, в оперативном режиме пытаемся всю субсидию отработать. Это, соответственно, конечно, предусматривает и нашу составляющую. В четверг, в День неизвестного солдата, губернатор Виктор Томенко возложил цветы к Мемориалу Славы в Барнауле. Памятная дата ежегодно отмечается в России 3 декабря. Именно в этот день, в 1966 году, в 25-ю годовщину разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата захоронили у стен Кремля в Александровском саду. А в Алтайском крае в этот день принято уделять особое внимание воинским захоронениям. Конечно, для нас очень важно 3 декабря, потому что мы каждый раз всей страной вспоминаем неизвестных солдат. То есть именно сегодня мы уже съездили на Булагинское кладбище, расчистили. Без преувеличения кульминации рабочей недели стала новость об утверждении программы газификации региона до 2025 года. Документ подписали губернатор Виктор Томенко и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. «Газпром» инвестирует почти 60 миллиардов рублей. Компания построит 600 километров газопроводов до Ребрихи, Рубцовска и Славгорода. Межпоселковые газопроводы позволят газифицировать Яровое и еще 21 населенный пункт в Алтайском, Зональном, Косихинском районах. Впервые газ придет на территорию Ребрихинского, Топчихинского, Тюменцевского и Целинного районов. Речь не только о газификации жилья. Голубое топливо получат крупные предприятия теплоэнергетики, пищевой и сельхозотрасли. Это положительно скажется на экономике производства и экологии в регионе. Правительство региона обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов. Благодаря этому перейти на газ смогут 3000 домовладений Алтайского края. Глеб Поленский, Новости.